Добрый день! Десять часов, двадцать пятое мая. И как всегда, мы провожаем твоих наших классников, твоих родственников и даем им сегодня последний звонок. Убедительная просьба, доставьте, пожалуйста, на свои телефоны, сейчас включите, он будет мешать, включая звонки будут, ребят, очень отвлекать. А праздник у нас сегодня душевный. И вот тоже положится, добрый дорогим нашим ребятам. Праздника вас, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать в этом зале всех, кто пришел проводить вам в родную жизнь выпускников 2015-2016 учебного года! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тихоминова Ольга Сергеевна. 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 Бабик остается, это о детских годах, о юношеских, когда все впереди, большая жизнь, широкая дорога, в которой хочется прошагать достойно и достигнуть необходимых высот и в карьере, и в личной жизни, в семье. Поэтому тем более им хочется пожелать нашим выпускникам, чтобы они успешно сдали экзамены, которые предстоят в ближайший месяц, и потом они в этом году определились, поступили в вузы, многие, наверное, потому что сегодня это как-то семестно происходит. Сегодня 25 мая 2016 года, именно в 10 часов, во всех школах проходят аналогичные мероприятия. Сегодня последние звонки пройдут и во всех школах города Римонск, во всех школах сельских поселений нашего бывшего подольского района. Поэтому сегодня у нас единый городской город, и поэтому вот это мероприятие, оно будет, тоже в СМИ появится информация о нем, все увидите. Ну, а я хочу пожелать всего самого будущего, нашим выпускникам, ну, и чтобы у них все удачно получилось, на бюджете. Спасибо большое. Слово предоставляет статье «Корярина и Елена Александровна». Дорогие гости, праздники, наши выпускники, я думаю, что я не слугавлю, если скажу, что ради этого момента все равно получится в шнуре 11 лет. Потому что сегодня, наверное, это самое волнующее событие, за все ваши школьные годы. Потому что 25 мая – это такая дата, которая разделяет вас от вашего детства и взрослой жизни. Еще немножко, и вы уже полностью, да, звикли, опунетесь в взрослую жизнь, где вам придется принимать самостоятельные решения, где вас ждут новые встречи, новые победы. Я хочу пожелать вам успешно сдать их за мной, обвести ту профессию, которую вы хотите получить, чтобы все как-то определились в жизни, чтобы встретили свою любовь, свою судьбу, чтобы никогда не забывали, что вы свои родители. Потому что, несмотря на то, что вы видите скорую возможность жить для ваших родителей, вы все равно останетесь маленькими детьми. И все равно они по всей жизни будут вас и контролировать, и поддерживать. Родители – терпение, сил, здоровье. Берегите и любите своих детей. С праздником всем! Удачи! Саре школьные часы. Сколько поколений учеников понять, что вы часы минуты школьной жизни? А не перед тем, что я не встречала маленьких, глупых первокладников. А не тревожные титры, отсчитывая минуты, во время которых работают. А не рады, а не тянет, пока тянет, пока тянет, пока тянет. А сейчас, Налик, без пяти минут взрослая жизнь. Друзья, вы только слушайтесь, как страшно звучит взрослая жизнь. Да, впереди все самое интересное, закадочное. Вот вы идете назад, беззаботное, счастливое детство. Да, хорошо, только в прошлого взрослого. Эй, народ, вы что, раз в письме? А ну-ка, включайте, смотри, нас чему вскоре учили? Потому что в этой ситуации не бывает. Действительно, мы с Казахстаном и современные технологии могут вложить в самую фантастическую идею. Я знаю, что надо сделать. Что? Просто перевести сделки старых школьных часов назад. И тогда мы вновь окажемся тревогами для заводных детств. А ты помнишь, как все начиналось? В предыхлазке, в предыхлазке, в предыхлазке, в предыхлазке, как мы плакали, как смеялись, и как лезли наши мечты. А ты помнишь наш класс самый первый? Тот, где солнце было всегда, как мы плакали, как мы смеялись, там и здорово беда не было. Как не помнить? Конечно же помню. Сколько дней мы здесь проймели. Шпитаку былили в школе с тобой, и все были светлыми. Мы хорошо помним 1 сентября 2005 года, когда красивые и нарядные, хоть чуточку смущенные, с огромным букетом и цветом мы пришли в школу. Крепко держа маму за руку и стремотеть в интересах бомблядных и учителей, которые выйдут для нас настоящими волшебными. Уважаемая Людмила Петровна и Валентина Михайловна, мы вас не забыли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогие ребята, сегодня для вас особый, конечно, он радостный и, можно сказать, счастливый, но я думаю, что он, наверное, немного грустный. Почему грустный? Да потому что вы не просто прощаетесь с равной школой, с любимыми учителями, со своими одноклассниками. Вы прощаетесь со своим детством, со своим отрывством. А это впоследствии вы оцените. Это самое счастливое, самое волнующее, самое радостное пора в вашей жизни. Даже при всех школьных объекте не является. Мы, учителя, все эти годы были вместе с вами. В школе вы учились не только школьным наукам, вы учились жизнь, вы учились выбирать друзей. И вот наши учительские пожелания, пусть эта школьная дружба протянется на всю жизнь. Ведь не даром говорится, лучший друг – это друг со школьным скомменом. У вас, у всех сейчас есть какие-то способности в отдельных областях. Так, пожалуйста, развивайте эти способности. Помечайте цели, верьте в свои силы. И если цели вы этой достигнете, то, конечно, будете счастливы. Мы, учителя, и ваши родители в свое время тоже были учениками. И вот что удивительно. Вот вся эта школьная жизнь во все времена, все какие-то недовольства, может быть, школьные, они все присутствовали. И в нашей жизни, и в нашей жизни, и в наших родителей. И, наверное, и в вашем жизни тоже что-то было. Так вот, один из бывших выпускников нашей школы, кстати сказать, одноклассник в ленинграде, написал, вспоминал вот эти школьные годы, написал стихотворение, которое назвал школьник. И посвятил это стихотворение всем выпускникам, в том среднем вам. Я сейчас его прочитаю. Конечно, это стихотворение не профессиональное, а не в детстве. Там есть уже какие-то слэнки, я не была довольна этим, но это и в детстве. Свернусь кучами, мух ловлю, и жду конца урока. Учиться страсть как не люблю, не вижу урок урока. Зачем мне алкебра? Аналазки мои жидает. Английский тоже ерунда, язык на закреплитает. Катангер, Финус, Пифагор скучные и бесполезные. А в химии какой-то вор, а кто не закон жилетный. Метеорема, кто улучшит. Стихи читает мне, футка, как можно физику любить, решать все без ошибки. Учителя со мной в борьбе, в порядке призывают. И куриния для любви, они про всех все знают. Чуть что не так, давайте любим. И нет таких спасения. Учитель каждый норовит, вдолбит свое учение. Эх, школа, юные года. Все память сохранила. Учитель я ругал тогда, так, как давно все было. Какое счастье, что секрет я вовремя оставил. И избежал я много бед, и жизнь свою исправил. Тогда был глупо, и прям не верил. Все подвергал сомненьям. Не верил я учителям и строким их решениям. Теперь, конечно, понял я, когда мне сказали, не зря мои учителя со мной уливали. За обучение, за судьбу, и за мою зарплату с небес на лимфаре. Так было ведь нам так. Я благодарю, видит Бог, учителям и школе, за жизнь и правильный урок и их железной воли. Не смейтесь, юные друзья, над этими словами добро дарить учителя. Поймете ли, сгадание. Вы, что вы расслабили студенту, даже не успеть в этом деле. Вот совсем недавно, перебираясь в земельный архив, я вам вот такую обнаженную книжницу, которую подарил мне в свое время ваш обнаглазник молодцов Даниил. Но она уже ему мучить, я ухожусь, коллекция высказанная. Деревистое хроническое. Я как раз нашла, мне кажется, подходящий ответ вот на этот вопрос, как будет быть в учение. А ответ этот вам рассказал древнегреческий философ-раистолик. Он говорил, что догоняйте тех, кто впереди, и не ждите тех, кто посадил. Я не думаю, что ваша жизнь будет всегда в общественной местной дороге. Проняка встретится с шефой. Но еще о том наше учительское пожелание. Будьте всегда мужественными. Не внувайте, ведь вы знаете, что на смену ночи обязательно придет день. И не даром посадочная мудрость огласил, тот, кто способен улыбаться жизни, жизнь всегда улыбнется от того. А закончить я хочу словами другого мудреца. Пьешь в год, помни об источнике. А история нашей страны является таким источником, который пытается вовремя всю жизнь. Добрый тяп, мои дорогие. Я в всей души желаю вам удачи и успехов. И все, все. АПЛОДИСМЕНТЫ Слезы украфтают, взгляд из-под логи, школа пощадь, говорится сейчас. А я вспоминаю, как где-то далеко встань на ревиад, пришла в первый класс. Помню банты и охапки бутер, помню коренькие разбитые в кровь, помню обиды, полные разборки, помню вашу первую любовь. Я не забуду честное слово, ваши открытые миры сердца. Смело шагайте вперед по дороге и не теряйте ребята лица. Сегодня вам чуть-чуть тревожного, сегодня радостный чуть-чуть. И вас поняли, конечно, можно, ведь перед вами новый путь. И ждет, зовет, страшит немножко, манят великие дела, но пусть заполнится дорожка, что ждет каждый делал. Удачи, счастья, здоровья и больших-больших успехов в вашей дальнейшей жизни. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы знакомили первоклассников на школе и тогда обучили приглашение на свой последний звонок. И они не забыли об этом. Сейчас в зал приглашаются пока еще к первоклассники. Они помогут вам спокойствия и вынимают вас без свободы. И они помогут вам спокойствия. И они помогут вам спокойствия и вынимают вас без свободы. Мы особые мальчишки, ваши, ваши братишки. Мы особые девчонки, ваши, ваши сестренки. Вы уже большими стали, а когда-то много раз стать большими лишь мечтали, как мы мечтаем и сейчас. Лет 11 назад вас водили в первый класс. И обидно было вам отмокаться вашей мамы. Еще раз не было нас петь, когда пришли мы в первый класс. Мы были все такие дети, мы были даже меньше нас. На маленьких парнях мы тоже сидели. И с мамой в школу ходили домой. Сидели специально четыре недели. Поздно вырастаться со школы родной. Сегодня ваш паздник. Последний звонок. Последний звонок. На последний урок. Как быстро настала площадная дара. Как быстро пришел оставание час. Много в школе вы узнали. Много книжек прочитали. Нам по вашему пути. Много лет еще идти. Мы мало родных знаний получили. Только кажется, пару учителям вынорочно кое-что не научили. Что поставить кое-что учить и нам. Были бы ученики, а теперь выпускники. Не придет их в первый класс? Это раз. Не прочтет их слова? Это два. Но в третьем ждет вас скоро. Что-нибудь не успевает. Непонятное такое. Очень страшное. Нет, ЕГЭ не запугать. Кто учил предмет на пять, ждет победы и успехов. Тех, кто был, прежде всех. В этих стенах вы успели очень многое узнание. Мы желаем вам ответить все экзамены на пять. Мы раз в двойную дату сотню правил дала. Да еще чуть-чуть осталось. В институте тысячу штук. Мы закончили сейчас в школе. Много сделали для нас. Но хозяевами в школе будем у них хороших классов. Мы и вы уже закончили учения. Нам гулять. У вас экзаменом пора. Пожелайте нам хороших развлечений. Мы желаем вам... Ни пуха, ни пуха, ни пуха, ни пуха. Всего-всему вам жизнь желаем. И говорим... Счастливого пути! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наши школы приезжали. Поздравляем! 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 Поздравляем те, кто в свою сна улыбается. Кто сегодня с нашей школой прощается. Первогласник, а дарят песенку. Что было тогда? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Школьная жизнь полна заботами, радостями, тревогами и огорчениями. Это контрольные лабораторные, сигналные зачеты, уроки и перемены. Разных примуток с ним за школьные учреждения. Чтобы на серьезный школьный курок мы умудрялись шалить здесь и селиться. А вот, кстати, карта счет шалит. Поднимите руку, кто из вас успел побывать в кабинете директора Елизаветы? Прошу из-за 11 лет. А вот, наверное, после этой беседы началось в ваших раздельях. Ваши предпринимания, кто знает, что вы не сдохнули. Душой болеть за все на свете, во все вникает, всю жизнь отдать, чтобы получили знания, дети и жизнь, и цель могли понять. Спасибо, наш директор, милый. Мы благодарны вам, до слез. Не знаем, где какие-то силы, где ты такой тяжелый мозг. А сам уж в груди, как ты будешь, ничем на нервность не изменить. Вы каждый день театра будешь, и силы есть, как я любил. Несущие учения, свет в артуистской культуре и в человеческой культуре. Таких профессий больше нет. Эту песню мы посвящаем нашей терпеливой администрации в школы. Я давно уже читаю послана, я давно не наберяю их слова. Я давно все выбираю в этой жизни сам. Знаю, сколько было у нас всех обед, Знаю, точно, где тетрадки не окремел. С нами отсутствовали много раз, с этой же вес. С нами отсутствовали много раз, с этой же вес. Но тут можно стараться, мы вас мешаем, что он может остаться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ 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 Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вдоха Ведя первый класс За все тебя благодарю И очень сильно тебя люблю Вспоминая детство без мятежи И глаза невестной чистоты Руки моей мамы нежные Воспорт его черты Что это для меня в жизни сделал И что смогла я человеку стать Наши чувства временем проверны И хочу за все спасибо вам сказать Как давно это было, папа! Ты вёл меня в первый класс, я ладошек в твою клетала. Папа, помнишь, что в первый раз, а потом 10 лет в школу, буду быстро вращать в череду? Потому что сделала я очень скоро, и всегда всегда я так. Извини, я намного больше отца, и больше больше, что вряд ли отца. Да, надо быть смелым, но много сражений. И время у него есть как быстро и стиль. Прости, если твой, я очень уверен, а не простит меня. Спасибо, родная, за то, что разбирала, за то, что за ней ничего будет. Что верю в бизнес с тобой позвонила. На свете добрых слов живёт немало, но всех добрее, всех дежнее от ног. Из двух словов простое слово «мало», и нету слов роднее, чем оно. Быстро получалось школьное детство. С детства уснулась мечта по соседству. Горе и радость есть на планете. Станут большими малые дети. Дорогие родители, мы вас очень все... Любим! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 Двадцать шестого кадра. 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 Спасибо. 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 Вот она жизнь. Настоящая школьная жизнь. Все просто, понятно и понятно. Да, здорово, здорово. Но ваша школьная жизнь – это просто ответить прекрасное будущее. Ведь действительно нельзя останавливаться в гостигину. Ведь здесь без праздника резонт новых открытых и неизвестных дорог. Переводим смелых на свою взрослую жизнь. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. Десятый. Одни наступили. КОНЕЦ 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 Перейдем до последней страны, где-то впереди еще и дом, а сейчас в изящной грустной птицей прозвенит последний ваш звонок. Право, дает последний звонок, предоставляющийся первоклассником, Дроздову Александру и Крохотиной Болиня. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...